Проверка на трезвость водителей прошла на Белокаменном шоссе в понедельник утром. В выходные многие позволяют себе расслабиться, а некоторые вовсе садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Мы сейчас уже порядка 50 транспортных средств остановили. На мою радость, наверное, ни одного водителя не было в состоянии алкогольного опьянения, либо с остаточным состоянием. Это радует, что люди нас все-таки соблюдают закон и не позволяют себе расслабиться. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности и лишению права управления автомобилем на срок до двух лет, а также получением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Предупреждаем о том, что по статье 12.26.1 у нас существует административная ответственность и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет, а также, если повторное употребление у нас люди совершают, то существует уже уголовная ответственность. Алексей Иванов стал одним из первых, кого остановили инспекторы в ходе рейда. Водительский стаж молодого человека меньше года. Правила не нарушает. Управление автомобилем в нетрезвом виде для него табу. Безопасность превыше всего. Я никогда не позволяю себе садиться нетрезвым за руль. В рамках профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД также обращали внимание и на другие нарушения. Вот эта вот конструкция, почему они там не задели? Мешает? Нет. Места нет. А? Места нет. Места нет. А знаете, что это опасно? Что резкое торможение, и вот это вот может вас убить. Да? Знаете? Хотя пристегните, как пассажиры, в конце концов, ее. Почти за полгода сотрудниками ГИБДД на дорогах муниципалитета было выявлено более 6 тысяч фактов управления транспортом в состоянии опьянения. В ходе данного рейда нарушителей не обнаружили.